Проблема укомплектованности медицинским персоналом Славянской центральной районной больницы по-прежнему остается острой. Для того, чтобы привлечь специалистов, районной властью принимается ряд мер, в том числе и обеспечение врачей квартирами. Благодаря такой форме поддержки часть вакансий удалось закрыть. Работа будет продолжена и в этом году. Не так давно одним из самых нуждающихся во врачебных кадрах было травматологическое отделение. Там в 2012 году осталось работать только два врача-травматолога, при необходимых десяти. Сегодня штат укомплектован на 80%. Благодаря помощи районной администрации пять врачей были приглашены из других регионов и обеспечены собственным жильем. Все это благодаря тому, что глава радикально, просто радикально решил вопрос на пять человек у меня получили квартиры. Молодые специалисты, ну и немолодые, тоже вновь прибывшие. Отношения к нам очень замечательные. Такого я ни в одном районе нет. И вообще наше отделение, это как легенда в Краснодарском крае, и наши ведущие специалисты с края завидуют нам по-хорошему, что приезжают люди, получают квартиры, создают семьи, рожают детей. Так что вот так вот. Спасибо, Роман Иванович. Постепенно решается вопрос и с окомплектованностью штата средним медицинским персоналом. Все чаще выпускники медучилищ своим первым местом работы выбирают Славинскую больницу. Один из таких примеров – выпускник Новороссийского медицинского колледжа Аким Кондратов. Вот уже полгода молодой специалист работает массажистом и инструктором по лечебной физкультуре в неврологическом отделении. За время моего пребывания здесь, в Центральной районной больнице, а именно в неврологическом отделении, я набираюсь, получаю новые знания, опыт. Собственно, это благоприятно, я думаю, сказывается на пациентах, способствует их выздоровлению. Я как молодой специалист хочу сказать, что наша больница уделяет огромное внимание молодежи, все, кто сюда приходят. То есть они без внимания не остаются, где-то подскажут, где-то помогут, потому что все, кто выпускники, они, как правило, без опыта приходят. Ну а здесь, тем более неврология – это очень сильное отделение, тяжелое, и получаешь колоссальные возможности. В планах Акима остаться работать в отделении. Благодаря поддержке заведующей неврологии, в ближайшем будущем он отправится на курсы повышения квалификации. В перспективе подумывает о получении врачебной профессии. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов, программа «События». Анна Монастыренко, Игорь Иванов, rollback «Састье» Продолжение следует...